Начнем с младенчества, да, то есть закладываем правильные пищевые привычки, начиная с младенческого возраста, да, как у нас принято по клиническим рекомендациям, у нас первый месяц, два-три месяца жизни ребенка, это грудное вскармливание по требованию, да, то есть когда ребеночек хочет, тогда и пьет. Если у вас все-таки искусственное вскармливание, то здесь нужно выдерживать интервал питания, то есть это каждые там три часа. Почему? Потому что смесь, она тяжелее грудного молока, она усваивается по-другому, да, и здесь нужно выдерживать интервал, и желательно давать в перерывах между кормлениями смесью, это воду допаивать, когда при грудном молоке можно не допаивать ребенка без особой необходимости. Ему поступает достаточное количество воды, можно не переживать. В дальнейшем, когда ребенок растет, вы его переводите своевременно на прикорм, да, то есть встречаются люди, которые говорят мне, что вот нам уже 9 месяцев, а мы едим только смесь. Собственно, ребенок плохо набирает в массе, он недополучает питательные элементы, он недополучает жиры, белки, углеводы, смесь не может в таком возрасте обеспечивать его полноценно. Питательными веществами то же самое, как и грудное молоко, то есть прикормы должны вводиться. По поводу введения прикормов, да, то есть когда ребенок начинает кушать, он начинает знакомиться с едой, то и тут важно, он пробует по ложечке, да, по чуть-чуть, нельзя вводить прикорм, сразу банку ему целую пихать, да, или кашу, да, там, давай, все, на тебе. Так, ладно, так нельзя сломать разговоры, сейчас. Прикорм вводится по половинке чайной ложки, по одной чайной ложке для того, чтобы понять, есть ли у ребенка аллергия на этот продукт, как у него будет переносимость этого продукта, и за 7 дней наращивается тот объем, который ему положен по возрасту, да, то есть и я рекомендую разрешать ребенку ввозиться в этой еде, да, проблема, да, это будет грязная кухня, это доставляет много дискомфорта, но когда ребенку уже наливают там в тарелку какой-то его детский супчик, вот этот маленький, он хочет эту ложку потрогать, не нужно его вот так все время вытирать, там, давайте ему этот слюнявчик, пожалуйста, только будь чистеньким, дайте ему волю. Есть исследования у детей, которые во время прикорма хватали еду руками, ложкой, что-то куда-то себе ее сували, эту ложку. Есть исследования, когда ребенку дают волю при приеме пищи, дают ему возможность еду эту потрогать, кусочек там засунуть себе в рот, понюхать, поиграть немножко с этой едой, он в будущем будет ее воспринимать легче, и у него даже интеллектуальные способности как-то увеличиваются, потому что все-таки это моторное развитие, это сенсорика, то есть даже те же макароны ковырять можно, то есть ничего страшного в этом нет. Вы лучше уберете кухню, помоете ребенка, дадите ему возможность облить себя этой кашей, то есть, ну, по крайней мере, ребенок будет счастлив, он будет доволен, и в будущем у вас будет немного меньше проблем, связанных с кормлением, он не будет это воспринимать как насилие, то есть ему дают ложку на кушай, на за маму, за папу, ради бога, только покушай, иначе ты не вырастешь, хотя он вырастет. Какой критерий того, что ребенок все-таки достаточно у вас кушает? Это в первую очередь стул. Если у ребенка нормальный стул, если он какает у вас несколько раз в день, опять же, да, это тоже грань тонкая, это должен быть сформированный хороший стул согласно вот его возрасту, да, то есть тогда этому ребенку достаточно еды. Вам, может быть, кажется, что две съеденные ложки за обедом – это плохо, но вы посмотрите, идет ли прибавка в весе, идет ли у него достаточное интеллектуальное развитие, ходит ли он в туалет ежедневно или хотя бы раз в два дня, да, то есть не доставляет ли это ему какого-то дискомфорта, значит, все идет правильно, значит, ему просто будет легче есть чаще, но по чуть-чуть, да, то есть это его такая особенность. Здесь ничего бояться не надо, и пытаться в него запихивать эту кашу или это мясо – это будет плохо, то есть здесь мы просто пойдем в отказ, ребенок просто откажется есть совсем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok